итак дорогие друзья с курса 27 мы с вами продолжим котлин давайте уже формировать как тут правильно сказать что ли смысловое ядро языка в общем сейчас поймете о чем я хочу сказать мы с вами за 27 курсов которые мы с вами проходим до изучая котлин познакомились со многими вещами то есть практически со всеми основными конструкциями языка программирования котлин функции классы типы какие-то основные парадигмы в конце концов дошли там по моему до 23 начали переосмысливать и это у нас все остается в силе то есть были вот эти все азы сейчас не буду перечислять то есть мы начали повторять повторять типы вывода варвар пакеты импорты строковые шаблоны и так далее и так далее это мы продолжим делать так как стоит задача вот как надо сказать в основном все книги котлин написаны по сравнению джава то есть по сути дела человек если не знает джава то ему котлин сложно понять у нас стоит другая задача я ставлю задачу что человек вообще ни одного языка не знает и вот он изучает котлин а потом котлин даст возможность изучить джава ну вот мы знакомились теперь давайте логично что надо сделать а вот что я говорю что будем делать мы с вами будем отталкиваться далее чтобы собирать вот это вот ядро то есть нам надо чаще чаще щас я не знаю как правильно назвать сейчас но вы я думаю меня поймете нам надо ядро языка тоже самое это тоже понятие понимание языка тоже самое понятие как писать на языке программирование котлин тоже самое база языка в общем то что мы с вами проходили и знакомились это нам дало понимание в принципе как начать писать а вот теперь давайте поступать по классическому методу отбрасываем все книги документацию будем изучать точно и подходить вот следующим образом вот смотрите открываем википедию просто далеко не надо лезть нам с вами сейчас что надо сделать ну вот давайте поймете что это будет круто и так котлин две парадигмы программирование которые развиты очень классные продолжают развиваться значится первая парадигма это нет лучше строкой функциональная вторая парадигма это парадигма оп объектно ориентированное программирование понятно что у нас здесь есть типы данных типы данных правильно правильно и если взять еще основное сейчас я все поясню инструкции и конструкции так а теперь вот соображайте ну например открываем мы справку да в принципе справки просто говорится что это и те или иные действия но учитывая вспоминая себя на первом этапе пока новичок не соберет голове язык себе полностью ничего не получается все это вы проходите в жизни да вот берем допустим маленький снежок начинаем катать накатывается как снежный ком то есть снежный ком и накатывается до большой можно там крепость построить бабу снежную вылепить так далее так вот в языке надо поступить таким же сходным образом если у нас будет голове некой костяк языка тогда мы сможем все основные действия цеплять потом на язык на этот язык да поэтому в течение 25 курсов мы с вами познакомились с функциями начали оп познакомку начали знакомиться с типами данных начали за знакомиться с инструкциями и конструкциями теперь давайте вот так делать мы с вами откроем википедию и зададимся вопросом начаться во первых давайте я понимаю что сейчас ставлю вот эту вставку очень важно сказать я ребята однозначно и мое решение моя рекомендация очень важна ее прислушаться в любом случае вы начинаете изучать даже если вы пришли изучать kotlin подключаете обязательно spb-retout.ru сайта сайты будут в описании видео то есть изучаете python изучение двух языков это основа одного динамического второй статической типизации в результате вы будете писать на любом потом когда вы будете сравнивать тоже oop с python и допустим kotlin то у вас все эти понятия станут просто по-разному записываются но принцип везде один и тот же и вот как мы поступаем сначала мы еще раз повторим разберемся что такое объектно-ориентированное программирование и потом поехали да то есть тут четыре пункта но мы еще кое-что добавим мы уже можем спокойно составлять для себя план да как мы будем заниматься сам план у нас как это сказать правильно нас классический значится собираем базу языка языка то есть вот как правильно будет стоять цельная картина значится значится котлин имеет полноценное ооп да но мы будем в таком порядке изучать до наследование инкапсуляция а кстати инкапсуляцию мы проходили просто вот почему сейчас важно даже для участников школы допустим если я спрошу участников школы что такое инкапсуляция в python школы python да они быстренько скажут что это сокрытие объекта а когда я спрошу инкапсуляция в котлин да то многие просто задумаются а действительно что это ребята а мы это проходили мы это проходили в котлин только 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 там не было слова инкапсуляция да и заметьте не было слова не было слова не было слова а значит вылетел из головы и новичок будет думать действительно что такое инкапсуляция в котлин а вот ребята курс 20 модификаторы доступа так это та же инкапсуляция видите а новичку надо это сказать а это и есть сделали метод выбрали метод сокрытия и он будет скрывать и будет работать в классе но это ведь надо проговорить это я понимаю что это это и есть инкапсуляция но новичок это не понимает потому что в том же python есть понятие да инкапсуляция так то так то записывается а здесь немножко по другому но это тоже понятие так вот чтобы поставить все на места мы начинаем действовать совершенно простым способом ну первое наверное самое логичное будет классы и объекты повторить да хотя бы знаем но ничего то есть как создается класс из чего как записывается и в котлин конечно же здесь мы уже изучали но тем не менее повторим конструкторы да то есть по сути дела должен же язык как-то понимать класс взяли это сделали отлично значит дальше наверное нам надо взять понять то есть что такое наследование грубо говоря есть один класс и созданный новый класс будет использовать все что есть в предыдущем классе наследование да а как это записывается в котлин вот будем смотреть да вот наследование вот записывается вот так пошли дальше так наследование инкапсуляция инкапсуляция а как делается инкапсуляция в котлин а что при этом происходит а как пишется код ага разобрались дальше пошли абстракция и полиморфизм ну мы наверное поставим так полиморфизм и уже последняя абстракция теперь теперь давайте пробежимся и начнем понимать что начинает действительно создаваться наше ядро пусть будет это ядро ядро языка для нас пока выглядит ну говорится белый лист но мы сделаем желтеньким ну грубо говоря это белый лист у нас ноль знаний мы проходим курс кодлинда познакомились действительно познакомились и писали разбирали писали много кода да вот так там числа вот так вот типы объекта вот так вот функции записываются но для новичка остается вопрос а программировать то я не могу и это правильно ну во первых ребята я вам говорил что в принципе школу котлин я знакомил давал что и человек я я подразумевал и говорю ребятам что сначала python потом котли либо вместе вообще я рекомендую вот сейчас пожалуйста услышите рекомендую начать python дошли до функции python подключайте котлин все пойдет как по маслу будете писать круто потерял мысль ладно собираем в голове ну то есть соображайте вы сейчас уже будете понимать что вы писать будете и так вот тут мы собрали четыре раздела функционально давайте я отсюда пойду функциональное программирование очень круто развито в котлин очень круто но собраны со многих языков возможности функции что в принципе на нем можно написать любую самую крутую программу все возможно вот что есть а практически функциях в разных языках все есть в одном котлин функция функция это маленькая программа для многократного использования дальше берем объектно ориентированное программирование да объектно ориентированное программирование по сути дела работа совокупностью объектов ну простым языком объяснить так ну представьте возьмем вид программирования процедурный чтобы вы понимали что такое процедура то есть программа записывается записывается вот мы описываем зоопарк процедурном программировании то есть мы описываем допустим территорию зоопарка там пять строк написали потом описали здание вахтера потом вольеры если мы хотим расширить зоопарк то процедурном программирование нам придется все опять по-новому описывать грубо говоря мы пишем там опять забор опять но это согласись потрата времени можно поступить другим образом принципе описать функционально тогда у нас получается тогда у нас получается функционально да то есть мы одну функцию написали забор вторую функцию написали вольер третью функцию там дядя охранник с красным носом и так далее и когда мы в принципе хотим создать что-то новое мы просто дописываем новую функцию а эти уже вызываем и используем этот подход удобен можно с ним работать но есть подход круче объектно ориентированное программирование когда все это все это забор дядю охранника с красным носом вольеры и какой-то новый объект мы уже взяли заключили в класс а класс это у нас совокупность объекту то есть все а эти объекты вошли в класс и для то и при пай когда мы понимаем что такое понятие экземпляр класса то есть создание нового класса где родителям то есть или супер классом как говорят да выступает предыдущий класс например это класс у нас а да а мы создаем класс b класс b и просто указа указываем что наследуем класса а и тогда все эти объекты уже включаются в класс б просто да и удобно а вы скажете а вы скажете а вы скажете это удобно да все верно все верно это удобно для этого нам надо разобраться не от исходя не из документации потому что документация хорошая вещь для человека более опытного например для тех кто программирует уже он уже отлично владеет всеми понятиями и он ага это так это так это так а новичку надо собрать в голове все это ядро да и собрать это ядро как-то поэтапно чтобы оно могло отложиться значится вполне так проще пока воспринимаете на слух а там будем код писать значится смотрите когда мы перед собой ставим задачу а что такое вообще классы объект и разбираем разобрали у нас понимание есть да какое-то там но опять рисую да класс потом нам надо в котлен разобрать такое конструкторы то есть а как пишется код внутри класса да то есть если в языках динамической типизации как python там все это автоматом происходит то здесь мы должны каким-то образом указать код ли ну что это класс какой-то код выполнять поэтому мы уже с вами их разбирали но разберем еще раз это называется конструкторы да то есть грубо говоря добавили до наше знание конструкторы это у нас что такое объект грубо говоря класс объект это у нас конструкторы то есть а как вообще выполняется код внутри класса дальше мы с вами перед этим рассматриваем на конс на картинках наследование да то есть мы создали класс и хотим создать новый класс и новый и при этом не переписывать код значит надо аж а как делается наследование что это такое а как она делается и мы добавляем сюда наследование и поставим его в стороне то есть как наследование дальше ну по сути дела нам нужна инкапсуляция ну представьте себе зоопарк где нет ни одного замка ну во первых звери разбегутся во вторых ходи кто хочет да да то есть по сути дела как в жизни да все и к определенным вещам должны иметь доступ только те кого мы согласуем ну представьте себя банкомат где человек который снимает доступ к деньгам и снимает деньги он может иметь и допустим доступ к другому счету в банке что что за банк тогда тот человек возьмет и снимет с другого счета себе деньги а так нельзя правильно так это нелогично вот для этого и существует такая такое понятие как инкапсуляция то есть могут получить доступ к этим объектам к этому коду только те или иные объекты значит мы добавляем инкапсуляцию да дальше полиморфизм полиморфизм это использование разных объектов для решения одних и тех же задач но в таких языках как язык программирования python там это все происходит на автоматы на автомате но в котлин тоже есть полиморфизм вот давайте будем разбираться а что это такое и как он используется в котлин полиморфизм абстракция без нее вообще сложно жить не было не было бы сложно написать любую игру любую серьезную программу но вот смотрите пример у нас у вас есть 5000 дверей и представьте и у всех разные замки но это логично логично ну и вот представляем себе так вам надо написать код на открытие закрытие этих 5000 дверей конечно конечно в семидесятых годах так бы наверное писали то есть 5000 кусков кода а потом устанем так вот придумали абстракцию грубо говоря абстракция это описание основных компонентов ну представьте мы описали код у нас есть дверь которая открывается имеет замок да это был бы у нас уже интерфейс или абстрактный класс дверь вот основное понятие а их 5000 абсолютно верно мы можем создать второй класс и сделать его ключами грубо говоря если дальше прописать используя из инструкции конструкции если ключ 1 подходит двери 1 то дверь открывается иначе дверь не открывается и по сути дела в другой класс заложить только сам ключ и номер двери и тогда кода мало все понятно абстрактный класс описывает дверь второй класс описывает наследуя от абстрактного класса что это дверь дает коды замков и и то есть номера дверей и коды замков все то есть поняли смысл значит абстракция тоже есть котлин и смотрите какая красота получается когда мы идем нет книг нет документации идем от понимания вообще языкового программирования да то есть для нас важно чтобы все это было в коде значит нам что остается сделать разобрать для кого-то разобрать для новичков разобрать ну а кому-то повторение не повредит не повредит да и разобрать все эти понятия и как это пишется в коде в языке котлин и у нас получается хорошее хорошее ядро понимания котлин то есть самого языка мы уже у нас она складывается в голове и мы автоматом уже можем потом наследовать классы уже начинаем легко думать этими понятиями потому что они у нас включены дальше все цепляется по наработанной мы с вами немножко познакомились функциональным программированием начаться ребят но ведь совершенно просто но функция я считаю это основа это рабочая лошадка и в принципе этот курс когда я говорил вам делать то мы все старались делать пределах функции почему потому что во первых функции это рабочая лошадка основной элемент любого кода сейчас я вам покажу и это классом относится это первое второе функция когда мы работаем пределах функции например там изучаем там строки но пишем пределах функции мы нарабатываем реальное понимание кода потому что в принципе все мы будем писать на функциях а давайте подумаем что такое функция а ведь функция когда без класса это у нас функциональное программирование а как только мы добавляем функцию в класс она просто называется метод тогда да та же функция только в классе это будет называться метод значит абсолютно правильно вы меня услышали дальше мы просто добавляем функции да то есть то что мы ранее изучали но теперь начинаем писать в классах и отдельно функции и функции в классах как методы в любом случае функция опять у нас занимает центральное место потому что что будет делать класс мы будем описывать в функции ях однозначно и вот здесь мы можем уже себя разделить да там лямбда функции там простые функции встроенные функции то есть те которые встроены инлайн функции в язык грубо говоря функции написаны разработчикам и их очень много и так далее и уже расширять наше понимание но опираясь и на класс и на функции все это мы будем делать каким образом абсолютно верно дальше углубляться в типы данных но при помощи чего мы будем выражать ну например какие-то какие-то смысловые вещи не только слова я говорю смысловые передавать при помощи строк но вот это все вот это строки да мы сейчас читаем это и есть строки числа и так далее и так далее массивы то есть типы данных которые мы начинаем применять и и все это переплетается в смысловом смысле и записывается при помощи инструкции и конструкции ну грубо говоря конструкция if else да if else а мы с вами как раз изучили что перед этим в курсах что в котлин все изменено то есть по сути дела и if else во всех других языках являются инструкциями а в котлин конструкциями но сейчас на это не обращайте внимание просто-напросто мы начинаем подключать еще грубо говоря инструкции и конструкции для для общего понимания сейчас чтоб если человек совсем новичок так как у нас то есть инструкции и конструкции грубо говоря мы начинаем делать некий выбор там есть ли и если там а равно раз то выводим а иначе б но поняли да в чем смысл то есть как записывается сам язык то есть мы соединяем выражаем типы данных до при помощи определенных конструкций да и вот тогда когда мы а все этого достаточно для ядра вот после вот этого изучения да в принципе в принципе нам совершенно все становится вполне нормально да и понятно а дальше мы уже можем расширять вы уже сами будете понимать когда есть ядро мы можем уже там посмотреть изучили классы основы да раз посмотрели а что такое изолированный класс да например но ведь мы знаем понятие класса и как работает класс в целом то конечно не составит труда нам понять а вот так вот работает изолированный класс а вот так а такой-то класс работает и так далее и так далее и для нас и по функциям тоже мы мы пишем себе функции да функции просто а в классах мы договорились с вами это будут методы да функция либо метод да это будет конкретно в классе так принято называть и ведь не обязательно изучать там все функции нет мы их все пройдем но по сути дела зачем мы делаем ядро у нас стоит еще одна очень интересная задача ну давайте логически вот что нам с этого рисунка понятно что наверное ядро нам нужно первое для того чтобы создать себе общее понятие языка из чего состоит язык для чего для того чтобы начать писать ведь размышлять мы будем как размышлять мы ведь так и будем ну например там мы размышляем мы пишем класс и начинаем записывать код да там класс зоопарк класс зоопарк записываем да класс зоопарк у нас там будет включать допустим там абстрактные объекты там забор и так далее потом когда мы написали общий класс зоопарк мы изучили ранее понимаем что такое наследование мы думаем так ага сейчас давайте опишем старошку дяди с красным носом да как там на входе это называется вы меня поняли да там ну я напишу букву с старошка отлёгся немного ну ладно думаю а ну мы собрались писать класс там дяди с старошкой да с красным носом и понятно что мы уже используем наследование так как мы этим владеем дальше мы пишем некую другую структуру и используем уже инкапсуляцию грубо говоря описываем что доступно для того или иного использования то есть что внутри классов что вне классов и так далее все это мы будем писать при помощи понятно функций и методов то есть расписывать как это делается я хочу чтобы вы уловили основную мысль что как только вы начинаете собирать ядро и собираете поочередно определенные понятия до которые нужны для любого языка для любого ребята любого это важно у вас формируется определенный костяк и дальше его очень легко расширять мы дальше можем открыть допустим функции до функции просто пользоваться справкой мы понимаем что такое функция что ну то есть что это маленькая программа и мы начинаем при помощи функции оперировать данными 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 то есть где тут у нас данные наверное в основах да там основными типами да то есть мы функциях начинаем оперировать основными типами где то строками где то числами где то другими какими то действиями да где то логикой где то массивами но по сути дела выражать наши описывать наш объект при помощи именно этих вот вещей ведь это согласитесь это не сложно да вот так вот когда объясняешь так вот мы начинаем описывать и все это выражать при помощи инструкции и конструкции ну то есть добавлять условия выбора например там есть ли там ив сделать то то элс иначе сделать другое да так вот к чему я хотел проговорить эту мысль когда у нас сформировано ядро да ядро языка при этом тогда нам легко вот я закончу эту мысль сейчас когда мы например знаем уже что такое функции то в принципе нам достаточно посмотреть что такое лямбда функции так как это та же функция только записывается да по другому коротко посмотрели разобрались так как мы знаем что такое функции то мы в принципе можем легко использовать встроенные функции встроенные функции сейчас где то я хотел их найти сейчас ну сейчас не буду искать да те же разобраться в сопрограммах но это будет как расширение почему потому что база языка у нас нами понято нами освоено в коде и нами осмыслено и все остальное становится на места в одномоментно нам не требуется дополнительных каких-то усилий нам просто надо всего лишь в любом другом элементе просто понять что делает этот элемент и понять как он записывается все и для чего это делается все я надеюсь что мне удалось это рассказать но просто так бы не получилось почему потому что вот мы до этого прошли уже целых 26 курсов понимаете как тут правильно выразиться если я начал сразу вот именно с этого то это не имело такой результат почему большая часть сил тратилась вообще бы у новичка на написание кода поэтому в принципе 25 курсов мы с вами писали классы писали функции то есть набивали руку потому что к моменту вот этого вот понимания когда мы начинаем собирать ядро мы должны по минимуму уже легко записывать код да у нас должно быть просто мы код должны записывать но у нас должно быть такое понимание что в принципе ну пока писать не могу вот вроде как понимаю да а писать не могу не могу как как тут правильно сказать начать думать этим кодом или там выразиться не могу вот закрою все и не могу на чистом листе писать код почему как правило это всегда происходит только по одной причине когда у человека у человека нет ядра языка да то есть голове он четко себе и это это ядро оно должно быть на автомате и вокруг него уже дальше идут уточнения да там можно вот то что мы уже начали делать да выделили основные понятия кстати они и в котлин выделены да но опять же для опытного разработчика сразу это о чем-то говорит а мы с вами поступим немножко по-другому мы будем при написании кода включать и обращать внимание на эти моменты ну и по сути дела соберем полную картину это выведет нас на уровень что мы реально сможем владеть языком реально писать на языке и уже просто нарабатывать по ходу значит ребят ссылки для тех кто начал с этого видео да ссылки будут в описании видео но еще раз говорю есть очень важная рекомендация и это не просто слова и сейчас я попрошу перестать там курить перестать пить кофе перестать жевать а просто сосредоточиться да ребят запомните простое правило в 2009 году мне никто не сказал что надо изучать два языка вы сейчас зададите совершенно справедливый вопрос а почему не три а почему не пять да потому что на самом деле два языка я подразумеваю что это выход к любым другим языкам вот смотрите один язык у вас должен быть динамической типизации и я говорю изучайте python это не обсуждается теперь если кто-то сейчас сильно умный скажет да ну его этот python тогда я у вас спрашиваю а вы пользуетесь инстаграм конечно пользуйтесь хотя бы раз его видели так вот серверная часть написано на джанга это python а на инстаграме весь мир весь земной шарик да да вопросы отпали понятно так вот запомните python это палочка выручалочка на нем можно написать все или почти все программы серверную часть ну сила его конечно ну для меня это да это мое мнение серверной части теперь когда вы изучаете язык со статической типизации например как ни крутите да python крут и есть приложение тот же киви для android приложений да для мобильных там можно любые но все-таки мобильные приложения должны писаться на языке со статической типизацией здесь скорость имеет первостепенное значение а ну вот kotlin он такой же универсальный как python на нем можно писать мобильное приложение на kotlin да я говорю сейчас серверную часть в сайт все что угодно можно написать на кой там на кой на kotlin это полнофункциональный язык практически общего назначения но конек его конечно мобильные приложения конек но при этом конечно удобнее писать сайт на джанго потому что джанго ну круче джанго я не видел просто это и яндекс говорит и сколько они его используют ну нет еще не круче и стабильнее джанго да когда вы начинаете изучать два языка вы в любом случае будете все разбирать это же и на python да но когда вы записываете на python а потом на kotlin у вас начинается процесс сравнения и вы начинаете на сравнении легко запоминать эти два языка и у вас откладывается общее понимание языков поэтому при изучении того же третьего ничего не будет меняться просто будет записываться по-другому просто там определенные по определенному будут работать функции например вот ну шире наверное чем в python нет функционального программира в kotlin очень широкая там в gc основа будет что все функции являются там первый уровень ну посмотрите что такое там высшего порядка что такое функции да но отличия будут небольшие и у вас начинает появляться такая вещь как осведомленность а из чего же стоят языки в целом и в принципе когда вы изучаете два языка то у вас барьер вот с этого момента да как только начали два языка изучать барьер вообще программирования он слетает вам не важно становится со временем на каком языке писать то есть у вас не вызывает затруднений что надо там где-то взять и кусок кода написать на каком-то языке вам достаточно 10 минут чтобы понять что это где и как услышали меня надеюсь услышали я всегда рекомендую поступать следующим образом моя школа и моя система построена именно изучение двух языков я рекомендую все таки начинать всегда с python да будет также я хочу чтоб вам предложить рекомендовать чтобы вы прочитали статьи некоторые вдохновляющие примеры ребят почитайте тут и про два языка и много видео то есть ваша картина дополнится понимание ну почитать некоторые вещи начинаете с python дошли до функции python и погнали тогда изучать котлин гоните два языка все ребят все получится и 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